Святитель Иоанн Златоуст В 44-й беседе на Евангелие Теана говорит и увещевает Достигать вечных благ Научимся просить у Бога того, что должно просить у Него Неотрадные обстоятельства этой жизни, не печальные Не заключает в себе достаточной причины для печали и для удовольствия Но те и другие не стоят нашего внимания и протекают с большей скоростью Отчего справедливо и называются путем, так как проходят и не могут оставаться надолго Между тем будущее и то и другое является навеки как наказание, так и царство Итак, в отношении к будущему будем прилагать большое старание Чтобы одного избежать, а другого достигнуть Ибо какая польза от наслаждения земного Сегодня оно есть, а завтра его нет Сегодня оно цвет красивый, а завтра прах рассеянный Сегодня огонь пылающий, а завтра пепел остывший Но не таковы благодуховные Они всегда сияют и цветут И с каждым днем становятся прекраснее То богатство никогда не гибнет Никогда не переводится Никогда не истощается Никогда не подвергается беспокойству Зависти или порицанию Не губит тело Не растлевает души Не возбуждает зависти Не навлекает ненависти Между тем, как все это соединено с богатством земным Та слава не доводит до безумия Не рождает надмения Никогда не перестает и не помрачается Покой и наслаждение на небесах Так же непрерывны Всегда неизменны и бессмертны Ибо нельзя найти для них Ни предела, ни конца Вожелаем же, убеждая вас Если будем ее желать То не поставим ни во что благо настоящее Но станем презирать их Смеяться над ними Ибо все, что имеет конец Не очень вожделенно Все, что прекращается Что сегодня есть И чего завтра нет Хотя бы то было что-нибудь и очень важное Все это кажется слишком малым Нестоящим внимания Итак, будем любить Не скоротечные Не приходящие и утекающие блага Но благопостоянные И неизменные Чтобы освободить И сподобиться их По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа Через Которого и с Которым Отцу Вместе со Святым Духом Слава ныне и присно И во веки веков Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому